Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 22 года, рост 174 сантиметра, вес 61,5 килограмма. Его профессиональный рекорд, 4 победы и только одно поражение. Его стиль MMA, представляющий город Бишкек, Кыргызстан. I'm back, my soul back. А вот и его соперник в красном углу клетки. Ему 21 год, рост 180 сантиметров ровно. Его вес составляет 61,6 килограмма. Профессиональный рекорд, 5 побед, ни одного поражения. Его стиль MMA из Курчалоя, Чеченская республика. Ибрагим Дауев. В росте в октагоне Кирихан Шибилов. Ибрагим Дауев, I back, my soul back. Ну, продолжая изучать спортивную географию Чеченской республики, что интересно можем сказать про Курчалоя? Ну, Курчалоя, если применить это к спорту, это, конечно, в первую очередь вольная борьба. Ну, что в истории чеченского народа, в общем-то, очень серьезная страница против Сайтиевы. Да, а новейшая, если брать новейшую историю, то долгое время именно Курчалоевская борьба доминировала на республиканских чемпионатах. Первенство сейчас плюс-минус все это выровнялось. Не сказать, что там прям супер-мегазвезды появлялись, но так вот, если брать средний в общем уровень, то там он был повыше. Сейчас, конечно, есть из других городов, других населенных пунктов снова всех побольше появилось. И вот сейчас зарубились у нас бойцы, кстати, на ближней дистанции. И, судя по всему, в глаз очень серьезно так приложился Майсалбек Дауеву. Прям откровенно закрыл он, закрылся он. Да, Дауев сейчас попробовал пройти в проход ноги, однако очень здорово киргизский спортсмен подхватил руки подмышки и заблокировал это действие. В общем-то, вольники действительно не очень комфортно себя чувствуют зачастую, когда их поднимают в клинч. Ну, еще, вы знаете, не факт, что в Курчулое ты жил и тренировался, Дауев. Он, может, просто родом оттуда всю жизнь прожил в Грозном. Такое тоже сейчас встречается. Я просто точно предыстории не могу сейчас сказать вам. Может быть, да, и борьбой он на таком уровне еще не занимался. Да, в этом плане действительно хорошо вас понимаю. Ну, и также вспомним, что киргизские спортсмены тоже традиционно уж как минимум неприятные соперники. Ну, и год от года, конечно, набирают и показывают себя в основном только с лучшей стороны. Да, ну, и мы с вами уже не раз по ходу трансляции наших эфиров говорили, что если раньше боец из Кыргызстана это просто про характер и за то, что он готов там зарубиться, то сейчас мы видим очень много обученных, практических грамотных, не просто с характером, но еще и обученных именно хороших бойцов ММА, как вот, допустим, Айбек, Майсалбек. Да, то есть это уже и про мастерство. Про мастерство также. Сейчас мы это видим. В принципе, не самый простой проход ноги сейчас сделала за одну ногу, так, со скручиванием. И вот работает в позиции сверху. Ну, вот снизу максимально, насколько можно быть опасным, стараться быть, как раз-таки, да, атаковать Дауев. Там и аптек был, и локти, и хаммер кисто снизу. Ну, а Майсалбек ищет возможности, чтобы обойти вот эту вот защиту, добраться до соперника. Посмотрите, снова аптек на грани, вот так вот действует Майсалбек и все-таки забирает боковой контроль. Это очень весомо и очень серьезно, потому что мы знаем, что именно в боковом контроле в последнее время очень часто бойцы удосрачивают своих соперников. Да, здесь есть много классических приемов Кимура, Американо, треугольник руками. Ну и, честно говоря, просто бить хорошо хаммер кисто в этом положении научились уже очень хорошо. Да, и хаммер кисто, и локти очень удобно оттуда бить, и коленями по корпусу работать. Но здорово Дауев поднимается, и снова вот эта заруба на ближней дистанции. Проваливается Майсалбек, хорошее колено, выровнял такая. Снова перекручивает, забирая, пытается собрать спину, но нет. Спиной к сетке прижимается до УИП, просовывает одну руку подвушку, и сам идет в ноги. Отличный тейкдаун. Ну вот не зря с Кумирнали проволю борьбу. Ну, давайте посмотрим, что теперь в боковом контроле сможет показать чеченский спортсмен. Хорошие такие удары, забрасывают за УИП, один за другим. Еще добавляет хаммер кисто, удары по корпусу. О, попытка треугольника. Ну и, в принципе, кстати, пока не потерянная попытка. Теоретически можно найти развитие оттуда. Да, нужно ее подготовить, время, но вот этого самого времени Дауев не дает, потому что он достаточно активно атакует и заставляет думать больше об обороне, а не о треугольнике Майсалбека. При этом еще и времени осталось совсем очень много до конца раунда. Ну да, действительно, 25 секунд, и сейчас мы, скорее всего, увидим продолжение во втором раунде. Но, тем не менее, интрига-то появилась, и это очень приятно. Да, у меня односторонний бой, мы наблюдаем здесь качели туда и сюда. Совершенно не понимаю, как его будут оценивать судьи, но, по идее, по вот последнему условно действию, хотя это спорная формулировка, а скорее она про любительский спорт, чем про профессиональные, вероятно, все-таки местный спортсмен, но чуть-чуть впереди. Да, ну и концовка, она всегда оценивается, она и в голову запоминается лучше. Так что, возможно, этот раунд даст, да. Ну, вот давайте все-таки оставим это судьям, а сами насладимся лучшими моментами первого раунда. Соглашусь. 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 Играет музыка. Ну что ж, выражают повторное друг друга уважение спортсмены, но оно и логично. У каждого была возможность оценить силу своего оппонента в первом раунде. Каждый бил, каждый попадал, каждый делал успешные переводы, поэтому, в общем-то, действительно, то на то примерно вышел раунд под номером один. Будут ли изменения во втором раунде и какие они будут? Давайте смотреть. Играет музыка. Играет музыка. Пошли в откровенную руку спортсмены. Классно. Тут же ровняет пункта сейчас вытушающего приема от Майсалбека, но нет, соскальзывает соперник, забирает спину. Удрагин Дауев не получилось, приподняв, бросит на канвас кыргызского бойца у Дауева. Ну вот получилось сейчас немножко подтащить под себя, однако это еще, конечно, не финальная версия позиций. Нашел все-таки возможность вернуть капу чеченскому бойцу Гирихан Шибилов. Ну, стоматологи нынче дорогие, эту тему сегодня уже поднимали, поэтому действительно стоит это делать. Так, ну что ж, видим мы доминирующее положение, довольно удобное для атаки. Ну, кстати, для атаки обоих снизу тоже. Посмотрим, насколько его реализуют спортсмены. Что-то мне подсказывает, что они совсем залеживаться не будут. Тут уж очень динамичная, динамичная пара спортсменов. Ну и вот видите, в подтверждение моих слов, попытка приема снизу кыргызского спортсмена. Пока не очень внятная, но кто-ли еще будет. Да, и неплохой гранд-н-паунд демонстрирует. Ибрагин Дауев, тут и Хаммерфисты. Посмотрите, как их много. Снова попытался подкрутиться на рычаг локтя Майсалбек. Что добавлял Дудар? Ну, рычаг локтя снизу сейчас, конечно, для проведения трудно его провести. Но он трудный прием. И неимоверную выдержку демонстрирует Майсалбек. Он выживает буквально в эти минуты. Более того, он старается огрызаться. Что за такие головы у этих юридских бойцов, а? А Ибрагин Дауев сидит в доминирующем положении. И, в общем-то, при должных усилиях, удаче, везении вполне себе может попробовать завершить сейчас бой досрочно. Да, и забирает спину сейчас, да. Классически. Заскидывает эти удары. Их все больше и больше. И сейчас они все менее активно защитят. Вот сейчас, да, очень хорошие попадания. Близок к завершению сейчас Дауев пытается Майсалбек что-то придумать. Но сейчас все более пассивным он становится. Но, скорее всего, будет остановка. Да. Да, есть остановка. Да, поберег. Поберег Майсалбека Ибрагим Дауев и Грибхан Шибилов. Ну и Ибрагим Дауев одержит классную победу в этом классном противостоянии. Первый раунд был крайне интересным. Во втором все-таки, мне кажется, вот в одном из эпизодов, когда слева, по-моему, попал Дауев, вот этот момент стал таким ключевым. Соглашусь с вами, да, в начале вот этой затяжной атаки, вот она вроде прервалась такой ошибкой, но, тем не менее, довел до победного. Отцепился. Не сумел. Своей Ибрагим Дауев. Айбек должен образом восстановиться. Да, он не сильно поплыл сразу, но вот этот удар, большое количество ударов, они все-таки такой накопительный характер, эффект сыграли. И в итоге Дауев одерживает заслуженную победу в этом противостоянии, чем мы его и поздравляем. Ну и, конечно же, Айбеку Майсалбеку здоровья. И дальнейших побед, потому что спортсмен очень интересный, с характером и с техникой, что тоже уже стоит заметить. Ну что ж, официальное объявление. И следующий, уже 18-й поединок сегодняшнего вечера, где, кстати, также забегая вперед будет киргизский спортсмен. Дорогие друзья, уложенные гости на 3-й минуте 25-й секунде 2-го раунда техническим нокаутом победу одержал Ибрагим Дауев! Играет музыка